Здравствуйте, добрый вечер. Очень приятно, что вот такая специфическая тема вас заинтересовала. А, извините, я забыл, что надо говорить в микрофон. Я председатель общества краеведов города нашего Королёва. Вот 4 года занимаюсь вот этой проблемой, как она указана в объявлении. Хотя узнал я об этом, ну, несколько раньше. Дело было так, что я в Большуа первый раз попал в 1949 году. Ну и вот с тех пор, с перерывом на работу, 8 лет я работал на заводе на Урале, в Свердловске. Потом снова вернулся. И вот до сих пор я живу в городе Королёве. В своё время это было, значит, вот деревня Большуа и станция Патронов. А почему я узнал об этом? Дело было так. У меня родственники каждое лето снимали дачу на Первомайке. А поскольку в семье я был один мужчина, я уже учился тогда в институте, на мои плечи легла суровая обязанность привезти в семью. А тогда возили машину, заказывали, и машину грузили, и кровать, и матрасы, и столы, и стулья. Это сейчас хорошо. Люди приезжают на дачу, там всё. А в наше время это было немножко хуже. Даже керосинку надо было везти своё. Ну и вот мне приходилось часто ездить из Большуа на станцию Подлипки, где был магазин, где продавали керосин. А на неделю надо было запастись, потому что я мог приезжать только в субботу-воскресенье. Ну и вот хозяйство, значит, должно было обеспечено топливом. И вот я проезжаю по дорожке, хорошая была дорожка от Большуа до станции Подлипки. Очень такая хорошая дорожка, даже в дождь она была сухая. На велосипеде, загрузив бетончик с керосином, я раз в неделю ездил. И я помню через лес этот зелёный забор поверху с колючей проволокой, и на углу стояла вышка, на которой всегда стояла военная с ружьём. Потом я пригласил, вернее, по телевидению, в газете, я обратился к жителям нашего города, и некоторые согласились рассказать, описать, как это было. Потому что у одних родители работали, другая вот женщина у нас, заведующая архивом музея, она, девочка ещё, бегала около забора этого, собирали землянику. И охранник кричал им, что он будет стрелять, если я не буду подходить близко к забору. И так получилось, что вот с тех пор как-то запала эта мысль. Потом мне приходилось работать уже, когда я работал в Министерстве оборонной промышленности, много приходилось работать с этими органами. И мы выполняли для них работу определённую. Я встречался с людьми, были хорошие друзья. Так в разговорах, в каких-то разговорах, они, насколько это было можно, они рассказывали мне об этом. Ну и когда вот я стал заслуженным пенсионером, и прошло столько лет, после которых я имею уже право говорить о секретных вещах, потому что в своё время я имел достаточно высокую форму допуска. И когда я в 1991 году вышел на пенсию, мне только через 10 лет прислали открыточку, что я могу получить заграничный паспорт и выехать за границу. 10 лет я не имел права. Но это уже было давно, теперь я имею полное право говорить всё, о чём, так сказать, в своё время было известно узкому крову. Что получилось? Ну, надо вернуться к 1937-1936 году. Что тогда было в СССР? Наверное, молодёжь не знает, что в своё время это была, так сказать, очень серьёзная, суровая обстановка, связанная с тем, что было много различных случаев. Взрывы были на шахтах, порталось оборудование. Вот была, так сказать, была судебная такая эпопея, так называемое, дело промпартии, когда все ошибки, все недоработки в промышленности, в сельском хозяйстве, в других областях стали сваливать на работников, которые были старые инженеры, из старых семей, из, ну, буржуазных семей, из графских семей. И вот этих специалистов стали всячески, ну, чистить тогда было, чисто. Дело дошло до того, что вот у нас был в Подлипках известнейший завод оружейный, номер 8. И вот в этот период директора, был очень известный, знаменитый директор, его тоже стали чистить, партийное собрание, партийное собрание продолжалось неделю, целую неделю. Люди сидели, обсуждали этого директора, в результате чего его сняли. Ну, правда, перед войной его снова восстановили, он во время войны снова был директором. Но все это не прошло для него даром, и после войны он сразу умер. А директор Мерзоханов такой был, очень интересный директор. Потом, так сказать, была эпопея доносительства. Люди писали друг на друга жалобы. Нужно было получить квартиру у какого-то человека, так сказать. На него писалась жалоба, заводилось дело, и его осуждали, квартира освобождала. Масса жалоб. Недаром был такой анекдот ходил, что, значит, половина сидела в тюрьме по всяким, так сказать, доносам, а вторая половина охраняла этих людей. Вот такая даже была, так сказать, поговорка. И вот это все как бы поверхностный слой. Мне удалось в архиве получить отчеты о выполнении военных заказов за 1938-1939 год. Там по разделам артиллерия, винтовки, снаряды, самолеты. Там прямо отчет был когда-то секретный, его открыли. Вот мне в архиве удалось достать такой отчет, посмотреть за 1938-1939 годы. Вот ваше мнение. Каков процент выполнения плана годового был? Как вы думаете? Сколько? Нет. Нет. Самый-самый максимальный процент выполнения плана по винтовкам и по патронам 95%. По остальным позициям 60, 55, 58. То есть планы заводов военных по военной продукции почти регулярно не выполнялись. Это перед войной. 1938-1939 год. Ну, я не беру, не стал разбирать там экономические его показатели. Я поштучно смотрел. По штукам. Ну, не будем об этом говорить. Дело прошлое. Дело в том, что вот в результате вот такой политики почти большая часть специалистов, старых специалистов были арестованы. И вот график арестованных вот по Московской области, пик арестованных где-то в течение года, так, 30-25 тысяч человек падает на 37-38 года. И вот когда я так понимаю, по моим рассуждениям, когда правительство поняло, что, так сказать, ситуация серьезная, вот, стали думать, как решить эту проблему. И вот ее решили, создав вот это вот ОТБ, особое техническое бюро, которое потом было переименовано в спецотдел номер 4. Ну, и я изучал вот все материалы, которые связаны с арестами. Тогда были организованы вот эти знаменитые тройки. По решению тройки был суд в течение, там, допустим, 2-3 часа. А вечером этого человека расстреливали. Это хорошо, что какие-то люди еще оставались. А было очень много расстрельных. Поэтому списки этих расстрельных людей я не хочу приводить, потому что точных данных сегодня никто не располагает этими данными. Вот. Я только расскажу о том, что по соответствии с положением, которое действовало, на каждого арестованного составляли анкету такую. И эти анкеты передавались в центральные органы. И там обязательно было, требовалось указать специальность человека. И вот когда возникла такая необходимость, когда промышленность по существу проваливала, вот, тогда еще Ежов, Берии тогда не было. Вот. Приняли решение по докладу, по докладной записке, которая не направлена Сталину. Там было сказано в этой докладной записке, что использовать инженерно-технических работников по специальности под наблюдением НКВД. И вот таким путем начинаются создаваться вот эти вот спецтюрьмы или шарашки. Когда я копнул историю, оказывается, что эти спецтюрьмы, шарашки, были еще раньше. Еще, я в других местах не знаю, но, например, у нас на заводе, в Подлибках, на заводе номер 8, в 1927 году было создано конструкторское бюро на заводе. И возглавлял это конструкторское бюро знаменитый выходец из знаменитой фамилии Берингов. Владимир Беринг. Удивительный человек. Замечательный конструктор. И вот в то время заводу было поручено делать пушки на основе чертежей, полученных из Германии фирмы «Райнметалл». И вот эта пушка была приспособлена под их технологии. Конечно, технология наша отличалась серьезно. Ну и освоение этой пушки шло очень медленно. Это посчитали как вражеское действие. И их 18 человек, которые занимались проектированием и освоением пушки, арестовывают. И в главном корпусе НПО «Энергия», теперь РКК «Энергия» им. Королева, главный корпус, его видно, когда вы едете по Ярославскому шоссе, поднимаетесь на мост через железную дорогу, справа стоит старинное двухэтажное здание. Вот в этом здании, на втором этаже, была создана вот эта вот шарашка. И полтора года компания, 18 человек во главе с Берингом, были арестованы. И они там доводили эту пушку до ума. К сожалению, после того, как они это довели, пушка была принята, их снова отправляют, но уже отправляют подальше, на север. Ну и там они все гибнут. Осталось только 6 человек живых. Все остальные были расстреляны там, на севере. Мне еще говорят, говорят, а что, за границей то же самое было. Да, действительно. В 18-м году одна из фирм, которая занималась разработкой двигателей в Америке, то же самое. Берет в аренду этаж в какой-то хорошей гостинице, сажает туда человек 50 конструкторов, закрывает дверь, они не имеют права выходить. И таким образом они год работают, создают новый двигатель. Да, действительно. Ну вот создание вот этой вот спецтюрьмы у нас в Болшево, или лучше ОТБ, будем говорить, первые поручили Данилову. Еще надо сказать о том, что в результате вот этих чисток вообще-то говоря, органы НКВД тоже подвергли серьезному, так сказать, история прошерстила и их органы. И в результате этого работать тоже было некому. И был тогда партийный призыв. И вот по партийному призыву из промышленности, из учебных заведений, членов партии призывали в органы, в том числе в НКВД. Так вот, Данилов как раз был такой призывник. Это бывший директор завода, замначальника комиссариата по тяжелой промышленности. его призвали, и он начал работать в НКВД. И вот одно из серьезных, будучи уже в должности заместителя народного комиссара, ему поручают создавать вот это вот ОТБ. И что удивительное дело, он создал это ОТБ, давайте пока не будем говорить о трагической нотке в этом разговоре, мы просто говорим о техническом совершенстве. И вот этот человек впервые в мире, я подчеркиваю, почему, потому что никто об этом не говорит, но впервые в мире он создал в 1938 году вот ту систему непрерывного управления, которую сейчас американцы везде кричат, что они разработчики. Это система, непрерывная система управления жизненным циклом. То есть, когда управление идет от НИР, ОКР, опытный образец, серийное производство и дальше эксплуатация. Вот это все называется жизненным циклом. Так вот, только в 1958 году американцы стали публиковать свои исследования по управлению жизненным циклом. Так вот, Данилов все это сделал в 1938 году. Ну, давайте посмотрим, так сказать, вот это вот ОТБ было создано, оно находилось в Москве и в части подчиненного такого органа в Болшу была спецтюрьма. Она так и называлась спецтюрьма 4-го спецотдела. Она была создана именно в 1938 году. Где она была? Ну, давай посмотрим карту, посмотрим. Вот видите карта? Вот вверху вон там это вот станция Болшева, железнодорожная станция. От нее прямо идет дорога. Вот это идет дорога в Болшевскую труд коммуну. наверное, по фильмам, по рассказам знаете. А вот влево, видите, деревня Куракина. Два черных длинных как бы рисунка это обозначает улицу. Это была Куракинская улица. И вот влево, видите, белое пятно, вот это вот в этом месте вот эта вот шарашка и располагала. Причем самое удивительное, это еще тоже одно из белых пятен. Дело в том, что приказ был подписан, допустим, в сентябре, там у меня в книгах книги есть, в сентябре был подписан. вот, и в октябре, в конце октября уже спецтюрьма существовала. А существовала она в виде следующей, как, Андрей? Вот. осуществовала она в виде двух бараков, длинных бараков. В одном жили вот эти арестованные специалисты, в другом были расположены чертежные залы, библиотеки, то есть там они работали. Вот осталось этот вот старый снимок, пришел, удалось реконструировать. Вот это вот, крыша этого дома двухэтажного, это было третье здание на этой территории, этой спецтюрьмы, где была расположена телефонная станция, была охрана, столовая. Вот. В этих местах они, так сказать, ну, как бы их охраняли. А так вся территория была огорожена высоким зеленым забором поверху колючей проволокой и по углам этих заборов стояли четыре вышки, на которых стояли вот эти охранники, которые охраняли. Выход за эту территорию был запрещен. Их только раз в неделю выводили строем, и они ходили подлипки в баню. Это, значит, моечный день, помоечный день был. Вот. А так выходить им запрещало. Все это было, значит, вот организовано приказ вышел в сентябре, в октябре уже стали туда поступать первые специалисты. Всего за это время с 38 в 53 год через эту спецтюрьму прошло 318 человек. Причем каких людей? Ну, во-первых, полтора года здесь находился Туполев. Он так ну, посмотрим, значит, как я определил это место. Значит, вот вот этот вот участок огорожен домами. Сейчас это уже дома. Вот эта дорожечка идет только дальше. И вот от этой дороги значит, по всей вероятности где-то вот в этом месте между этими домами были эти ворота, через которые можно было пойти войти на территорию. Пошли дальше. Как я определил? Дело в том, что поселок Куракино, деревня Куракино, небольшая деревня, где-то порядка, наверное, не более 15-16 домов. И один удивительный человек там жил вот этот вот Карпухин. Он жил это последний его дом и участок был в доме большой участок. тогда давали для сельской местности участки большие, там картошку они сажали. И вот он в День Победы за забором своего участка посадил вот маленький дуб. Следующий показывай. Вот вот этот дуб. Это сегодняшний дуб он уже. А тогда он был маленький дуб. Так вот по требованиям по строительству специальных всяких вот этих тюремных заведений от жилых помещений тюрьма могла быть расположена не ближе чем 50 метров. И вот можно вернуться к той дорожке где? И вот я бы отчитал 50 метров от этого дуба, потому что дуб был посажен самый последний. Больше ничего у нас за забором не было. Вот я отчитал 50 метров где-то вон там вдали где стоят вот эти деревья там видимо были вот эти вот ворота этой спецтюрьмы. Ну дальше как мне пришлось заниматься? Пошли дальше. Вот осталось одно из старых деревьев. дерево какое-то которое по возрасту действительно где-то 60-70 лет. Потому что в этом участке после того как в 53-м году спецтюрьма была закрыта там начали строить живой район 24-й участок. И конечно все это было снесено. И вот остались только часть деревьев. Дальше еще будет показано. Пошли дальше. Ну вот эта территория здесь школа. Здесь тоже видимо было вырублено все потому что это стадион школьный. Пошли дальше. Ну вот теперь самое интересное. Эта спецтюрьма существовала до 53-го года. Немножко по литературе чуть-чуть сюда не попал Солженицын. Правда его вместо Болшева перевели в Марфина. Так что он был рядом здесь же. Но дело в том что когда Марфина закрыли немножко раньше где-то на полгода ее закрыли раньше и в своих воспоминаниях Солженицын пишет о том что вот несколько перед закрытием несколько арестованных из Марфина были перевезены сюда в Болшево где они встретились со своими родственниками. И я воспоминания в архивах нашел воспоминания одного из таких участников этой встречи и он описывает что значит привезли на машине через Болшево привезли вот когда их вели на территорию им сразу сказали идите в беседку и вот они приходят в беседке там беседкой поставлены столы напротив сидит кто-то из родственников все они находят друг друга и вот на этой беседке они друг с другом сидят и вот этот чьи воспоминания я читал он пишет что эта беседка была плетена кустами а вокруг был фруктовый сад и вот я ходя по этому участку внимательно изучая вот нашел старые фруктовые деревья сейчас там ну какой-то массажный салон термо называется ну большой участок вот этих яблонь пошли дальше там вот еще это детский сад еще ну это просто остатки деревьев вот еще сейчас там старого вот видите очень старые яблони очень старые яблони вполне возможно именно эти яблони были посажены вот вокруг этой беседки то есть получается вот именно вот этот участок во дворе дома номер 5 по проспекту Королева и угол девятого дома по улице 50 лет имени 50 лет в ЛКСМ видимо вот во дворе в этом и была вот эта вот спецтюрьма была была она до 53 года в 53 году летом она была ликвидирована тут же были убран забор но здания оставались вот по воспоминаниям которые мне рассказывали какое-то время эти здания два барака были еще живы ну в смысле еще стояли и вроде бы там кто-то или это самое РКК энергия или еще кто-то другой сделали однодневный дом отдыха вроде какое-то время они стояли но потом когда начали застраивать вот территорию между Болшевой и Подлипками так называемый 24 участок вот эти дома были разрушены и в результате этого сейчас конечно только-только вот остались вот эти вот яблони вот это единственное что позволяет судить ну и также так сказать вот те люди которые жили в то время так сказать и они вот рассказывали как они помнят все это дело даже они при рассказах чертили ну правда каждый чертил по-своему трудно сказать правда это или нет потому что чертили все по памяти ну и вот что же теперь эти делали есть хорошо хорошее воспоминание о жизни и работе бригады да документы давайте посмотрим вот вот это вот приказ совсекретный приказ мне удалось в архиве сейчас его раскрыли его можно уже смотреть вот это вот приказ о создании вот этой вот ОТБ особого технического бюро в составе которого была вот эта спецтюрьма причем эта спецтюрьма была как бы ну пересыльный нет не пересыльный пункт потому что пересыльный пункт просто собрали и отправили а здесь они работали вот я же что здесь работали Туполев здесь работал академик Некрасов Стечкин Бартини наверное слышали такой у нас был конструктор его называли Красный Барон это итальянец который сбежал от фашистской Испании то есть вернее Италии и попал в СССР снова в тюрьму ну и он шутил всегда Бартини шутил всегда что мол там в Италии меня приговорили к смертной казни а здесь 10 лет разница есть интересное дело я точно такую же беседу проводил в Сахаровском центре вот две недели назад и пришел внук Бартини оказывается у него остались дети еще и вот внук с удивлением узнал о том что вот его дед сидел здесь арестованным два года он здесь был в Большево на вообще очень много вот ну во-первых внук Туполева ну он правда знал об этом потому что у Туполева очень много воспоминаний об этом деле но он тоже с удивлением узнал что вот книгу выпущено так сказать вот и даже согласился приехать посмотреть где это было ну что из известных фамилий ну Стечкин мы наверное тоже слышали фамилия академик Стечкин который занимался двигателями тоже здесь он больше всех кстати говоря он почти два года сидел здесь вот то есть все вот эти люди которые прошли их 318 человек они по существу после этого были или академиками 12 то есть 6 академиков было после этого 12 член-корреспондентов я уж не знаю сколько главных конструкторов ведущих инженеров начальник директоров завода эти люди которые вышли вот из этой стен этой вот нашей болшевской шарашки я правда не люблю называть ее шарашка для меня лучше спецтюрьма потому что там сидели очень интересные люди вот воспоминаниях которые написали о том когда там находился Туполев они по указанию Сталина должны были делать самолет и они действительно разработали изготове и сделали чертежи на самолет Ту-2 такой был пикирующий бомбардировщик во время войны ну один из лучших я подумаю что по тем временам Ту-2 так вот они разработали чертежи сделали все расчеты здесь у нас Болшево и по методике которая существует у них они должны были сделать из дерева полноразмерный макет все полностью из фанеры дерева все было сделано крылья все вот у них специально там был плотник который делал все эти детали и вот они из этих деталей собрали самолет и вот вот эта вот площадка между домами там была клумба потому что слева стоял один барак справа другой барак и здесь это вот здание где охрана была так вот между этими бараками была большая клумба и они недолго думая на этой клумбе сделали вот этот деревянный макет самолета ну и что вы думаете дальше было самолетчики которые летали на монинской аэродром они прилетали мимо нас и кто-то из них увидел что в лесу между деревьями лежит самолет ну и тут же прилетели сообщили дежурному о том что-то самолет потерпел крушение вот ну а когда это дошло до соответствующих органов тут же было дано указание закрыть брезентом этот самолет вот и что удивительно через несколько дней три или четыре дня эту всю группу которая занималась проектированием самолета перевели в Москву вот известное на улице радио здание вот это красивое здание это вот туполевская шарашка как ее называют и причем все считают что туполевская шарашка была сначала в Болшево а ее перевели потом в Москву нет неверно это перевели только 18 человек не простите 21 человек которые люди тех которые занимались этим самолетом а там еще оставалось 8 или 9 групп которые занимались каждым своим делом группа была например Пороховиков вот Бакаев возглавлял эту группу известный человек который создал порох специальный порох который начиняли вот снаряды все снаряды Катюши вот все снаряды Катюши которые тогда во все время войны летали это были оснащены порохом который забрел Бакаев и самое интересное что это даже пошло дальше когда Сергей Павлович Королев начал заниматься ракетной техникой и они с Бакаевым дружили и Бакаев ему предложил сделать пороховую ракету не жидкостную которую делал Сергей Павлович а пороховую но Сергей Павлович отказался но все системы аварийного спасения которые сейчас ставятся на ракете вот когда вы будете смотреть по телевидению какой-нибудь пуск обратите внимание что есть на голове верхней части на ракете стоит такая рогулька с тремя двигателями направленными разные стороны и вверх как бы стрелочка это так называемая система аварийного спасения это значит что на этой ракете идет экипаж люди потому что если людей нет систему аварийного спасения не ставят а эта система аварийного спасения работает тогда когда какие-то неприятности могут возникнуть на ракете тогда включается вот этот САС система аварийного спасения включается там 4 6 пороховых двигателей и эта головная часть отбрасывается на несколько километров от ракеты и тем самым экипаж как бы ну спасаются экипаж так что обратите внимание если САС на ракете стоит значит ракета запускается с экипажем если САС не стоит это уже значит просто так летит ну не совсем просто так вот этот вот Бакаев пороховик тоже вот их 18 человек их переводят сначала в Пермь когда они разработали порох технологии его изготовления а потом переводят в Казань и уже из Казани возвращаются сюда и они здесь находятся в город здесь у нас под Москвой Держинский вот там был построен завод потом НИИ-125 и потом так сказать вот сейчас центр 528 по-моему который вот изготавливает пороховые все заряды для санши для всех современных ракет все здесь и Катюша и другие так сказать это самое и в том числе вот система аварийного спасения я был там в музее это вообще уникальная штука даже постоять приятно около этой вещи она довольно высокая и большая вот и вот эта вся бригада была опять переведена и вот интересная вещь что все говорят ну вот они работали там кто их заставлял ну никто их вообще-то говорят специально над ними с палкой никто не стоял но было условие вот интересно приводится беседа Туполева или у Сталина ну в общем с кем-то из высокого начальства а с Берией они беседуют с Берией вот и Берия говорит самолет полетит и вы будете свободны вот на что Туполев отвечает а вы что думаете что на свободе разрабатывать самолеты нельзя вот и действительно почти все кто был участвовал вот в этой работе были здесь арестованы в нашей Болшевской вот этой спецферме они все были освобождены ну с одним или другим так сказать сроком трудно сказать но мне всегда говорят что вот они были освобождены а как же они после этого были и членами Верховного Совета и были депутатами и все мало ли что были награждены и сталинскими премиями и орденами и герои Советского Советского Союза присваивали как это так да действительно вот например Туполь это самое ну Туполева в 43-м году того же так сказать будем брать Сергея Павловича Королева его освободили когда он был уже в Казани а судимость это сняли только после 53-го года то есть эти люди находились все время ну как бы под домоклым мечом над ними всегда висело и недаром же Сергей Павлович Королев говорил что говорит стукнут без некролога это действительно так и вот мне приходилось разговаривать с членами семей вот таких людей и я говорю спрашивал у них ну вы знаете об этом что нет говорит как правило родители об этом не распространялись может быть это была негласная такая договоренность между собой а может быть то что подписку как вот я давал подписку на 10 лет так и они давали подписку когда их выпускали из этой тюрьмы они давали подписку на 10 на 15 лет не разглашать о том что они делали чем они занимали где они находились и вот и вот так это было и вот сейчас сказать что это тяжелая сторона да это тяжелая сторона была но вот как рассказывает один из очевидцев когда Туполева привезли в эту спецтюрьму нашего Болшевская и он принес с собой небольшой мешочек в котором находился полбуханки хлеба черного хлеба в который был вдавлен несколько кусков сахара и когда он увидел что в столовой столы накрыты белой скатертью белыми скатертями а в центре стоит тарелка на которой разложен белый черный хлеб говорят что он расплакался потому что за то время пока он был в тюрьме он отвык от этого это действительно так и вот интересная судьба я занимался не только так сказать тех людей которые историей тех людей которые были у нас болшу у нас был очень интересный ученый в санкт-петербурге преподавал в политехническом институте розинга такая фамилия немец так вот он первый в мире изложил идею передачи изображения на расстояние с помощью радиоволн то есть он заложил основу телевидения это уже после потом развили эту идею но в тридцать седьмом году его арестовывают я уж не помню за что да и там никто и не знает об этом но приговор приговор был ему объявлен что его отправляют на соловецкий лагерь на Соловке из приписка интересная вы не догадаетесь приписка было написано в скобочках без права работать по специальности представляете какое кощунство человек который всю жизнь работал мыслил а тут ему запретили работать по специальности и он действительно на Соловках через год умер вот и когда наш изобретатель Владимирский вот приехал уже после войны вот 50-е годы приехал он попытался узнать судьбу а Розин у него был руководителем и ему сказали не надо лучше не узнавать и так он уехал в Соединенные Штаты Америки и так он и не узнал судьбу своего учителя вот минуточку я плохо слышу погромче можно сделать это следующий перед сделаем беседу ладно я специально подготовлю потому что я часто бывал в музее во Владимире и там специально есть комната посвященная вот этому изобретателю очень интересный человек очень вот ну посмотрите пожалуйста в интернете найдете я чат не помню ну и что еще я хотел бы сказать война началась война и почти все что было большего вместе людей и документы были переведены в разные города из Болушева в основном отправили в Пермь и Свердловск но часть попала и в Саратов и вот когда интересно это немножко отвлекусь когда я стал смотреть вот материалы а когда была эвакуация из Москвы то каждый день в управлении НКВД по Москве и Московской области давали справку о том сколько людей и откуда было эвакуировано с какой тюрьмы было эвакуировано и куда и вот я нахожу там справка так сказать это самая Болушевская спецтюрьма 40 человек там допустим в Саратов и все больше не написано но иногда писали и фамилии и вот я нашел как раз когда Бакаева отправляли с ним несколько человек отправили вот в Пермь это я нашел но интересно что я нашел причем в этих справках давали и против каждой фамилии его приговор то есть там высшая мера наказания вот ВМН или так сказать лагерь Л и значит Л 8 Л 10 и вот нахожу в этом списке Вавилова вы знаете помните наверное читали два брата Вавилова был один у нас оптик был работал на государственном оптическом институте в Санкт-Петербурге в Ленинграде вот а второй президент Академии наук и вот он был арестован и приговорен к высшей мере наказания но поскольку началась война приговор был не отменен а немножко оттянут так вот когда я нашел справку и где было написано Вавилов там была приписка просьба ускорить исполнение приговора то есть даже в этом случае человека уже приговоренного отправляли как бы в эту эвакуацию но при этом просили срочно исполнить приговор ну правда не знаю получилось или нет но то что Вавилов умер от голода от источения это точно то есть его не расстреливали он умер сам ну и что в результате всего этого ну вот хорошая книжечка вышла совсем недавно в прошлом году воспоминания князя Кирилла Владимировича Голицына кстати говоря значит он тоже сидел у нас в Болшуа и по некоторым данным это уже по моим домыслам его держали здесь для интересной вещи когда ну правда я по другим источникам это мне отец рассказывал у Сталина была интересная привычка или обычай как лучше сказать не знаю когда он проводил какие-то крупные совещания там по самолетам по артиллерии по танкам для этого совещания ему готовили специально блокнотик небольшой блокнотик красный который он клал себе в карман френча сюда вот в этот карман а вот этот блокнотик делали от руки художники и рисовали там или танки если о танках речь была самолет если речь была самолет рисовали от руки все эти вещи и внизу под каждым изображением писали технические характеристики я к чему это говорю вот когда говорят что Сталин руководил военными действиями по глобусу это чушь несусветная мне в архиве удалось найти опись дел и материалов которые были выбраны из кабинета Сталина когда он умер у него была прекрасная библиотека вот как вы думаете сколько томов было в библиотеке у Сталина не догадаетесь 30 тысяч ну не знаю но вот в этой описи 30 тысяч и самое интересное я думал что этот рассказ про записную книжку это рассказ нет окажется в сейфе у него было две этих красных книжечки нашли и вот теперь интересная вещь кто такой Кирилл Голицын ну это значит один из последних сыновей князя Голицына который был у нас так сказать главой Москвы вот он несколько раз пытался учиться до революции вот четыре кончил курса школы художественные но его в тридцать в двадцать седьмом году арестовывают как сына графа то есть князя вот он несколько лет находится в тюрьме потом его выпускают и в двадцать седьмом году выпускает его без права жить в Москве и он устраивается на работу в музее Лев Николаевич Толстого в Ясной Поляне и вот он в Ясной Поляне я видел там был он от руки делает путеводитель по Ясной Поляне с рисунками с текстом большая такая книга выполненная от руки и действительно у него была потрясающая зрительная память ему на спор когда уже он был в тюрьме показывали какое-нибудь там изображение переворачивали его и он на чистом листе это изображение делал ну я не знаю какие изображения но про карты я знаю ему показывали кусочек карты и просили нарисуй этот кусочек карты действительно переворачивали карту он на белом листе бумаги нарисовал точностью буквально все что было на этой карте у него было прекрасное такое зрительное изображение Так вот я думаю, почему его держали у нас в Болшево, потому что он делал вот эти вот блокноты. И действительно, в 50-х годах, когда это еще степет-тюрьма существовала, там была группа Абрамсона. Из Ленинграда перевели небольшую группу, которая делала карбюратор. Она разработала специальный какой-то очень экономичный карбюратор для бензиновых двигателей. И вот для этого карбюратора князь Кирилл Голицын делал чертежи и рисунки, когда этот проект защищался где-то вверху. Эти рисунки есть, они находятся в Государственном архиве, я их видел. Удивительные рисунки, выполненные пером-тушью. Это удивительно, прям вот как художественное произведение. Так вот, его держали именно для того, чтобы сделать вот эти вот блокноты. А почему? Потому что было удобно. Во-первых, было закрытое охраняемое помещение. Да, и самое главное, там в Болшевской спецтюрьме была прекрасная библиотека. Вот во всех воспоминаниях, которые рассказывают люди, описывают, они все говорят о том, что там даже были книги на французском, на немецком, на английских языках. Было масса учебников, было много журналов иностранных технических, которые специально выписывали, и они находились вот в библиотеке спецтюрьмы. То есть, все документы были рядом, охрана была. А довезти до Москвы в 40 минут на машине. Кстати говоря, в Болшевской спецтюрьме было прикреплено 6 машин, легковых машин М1. Помните, такие были машины М1. Так вот, их было прикреплено к Болшевской спецтюрьме 6 штук. Потому что людей возили очень часто тогда, когда надо было что-то на заводе решить. И действительно, их привозили на завод, и они по заводу ходили с охранником. Правда, никто не знал, что рядом идет охранник. И опять же, Туполев вспоминает, говорит, в некоторых цехах они не пускали охранников, а Туполев, говорит, я как-то вышел из какого-то цеха и говорю, а где тут мой попка? Вот этих сопровождающих называли попками. Это, так сказать, из воспоминаний Туполева. Ну, вот такая картина. А Данилов, который создал вот эту вот систему, а система заключается в том, что вот люди в Болшевской спецтюрьме разрабатывали документацию, потом их переводили на завод, и они на этом заводе доводили это изделие до ума. И уже после этого их освобождали. Вот как Туполев освободили в 50-70, в 43-м году, как Королева освободили в 44-м году. То есть была как бы перед этими людьми повешена морковка. Сделаешь – освободят. Так что в этом плане, конечно, стимул был серьезный. Ну и самое главное, вот все они, потому что была большая группа морских работников, Бжезинский там был, очень интересный человек, конструктор подводных лодок, испытатель подводных лодок. Так он был арестован во Владивостоке. Из Владивостока его везли специально в Болшево, чтобы он возглавил группу, которая занималась подводной лодкой. Они разработали подводную лодку, которая работала на бензиновом двигателе под водой. То есть выхлоп там проходил через специальную регенерацию, превращался в кислород, снова поступал в двигатель. То есть как бы работал с замкнутым циклом. Интересная подводная лодка, она была сделана, она была даже испытана. Ее сначала испытали около Ленинграда, а потом перевезли на Черном море. На Черном море там что-то случилось, и она сгорела. Перед войной она сгорела. Вот такая картина. Да, а самое главное, я же говорю, что вот этот Данилов через год был расстрелян. Представляете? Удивительного человека, у которого была прекрасная светлая голова, был расстрелян. По каким причинам, не знаю. Я вот из своих книг, которые я, эту вот книгу, которую я рассказываю, я ее издал на свои деньги. Никого в городе у нас это не интересует, тема. Поэтому решил заплатить сам, и издал книгу, это тиражом 100 штук. Извините, больше не было денег. Но не в этом дело. Я одну из этих книг послал в ФСБ. И они с удивлением ответили мне. Причем очень хорошо ответили, что они приглашают меня работать в архиве. То есть я даже думаю, что ценность этой книги заключается даже не в том, что там 53 тысячи я выложил за нее, а дело в том, что я попал в струю. То есть они мне дадут документы, первичные архивные документы. И первое, что я сейчас написал, я хочу посмотреть, что это за человек Данилов. За что его расстреляли. Потому что это уникальный человек. Он изобрел вот эту систему управления ну на 20 лет раньше, чем американцы. И мне просто хочется утереть им, что не они тут главные, а мы были главные. Ну хотя в такой обстановке. А с другой стороны, он сделал то, что у него было. Другого у него не было. И что удивительное, вот итоги выполнения работ в архиве мне удалось найти отчет о деятельности этого спецтюрьмы за несколько лет. Так вот, среди этих результатов, которые были выполнены там в спецбюро, то есть вернее в спецтюрьме, это перед войной по существу то, что мы вошли в войну с передовой техникой. И как ни страшно это говорить, но по всей вероятности, вот эта спецтюрьма сохранила жизни не одного десятка людей, которые потом сделали еще больше для нашей вот страны, для нашей Родины. И даже уж в этом, я думаю, серьезная заслуга того человека, вот который был расстрелян, Данила. Ну, а потом после него был Кравченко, там еще был, причем Кравченко очень долго был и замнаркома, потом он был замминистра, а потом, вот, когда я уже пришел работать в 49-м году, кончил институт и начал работать, был при Минприборе, был специальный комитет по изобретениям, он возглавлял этот комитет по изобретениям. Вот так вот, извините, я вас не уговорил, нет? Там никто не спит. Спасибо большое, что вы слушали. Давайте вопросы. Какие вопросы есть? Мой отец был перед войной командир 497-го гаубочного тяжелого артиллерийского полка в Муроме. Он присутствовал на совещании у Сталина, когда Сталин, что сказал, артиллерия – бог войны. Он там присутствовал на этом совещании. Пожалуйста, погромче. Вы говорили о выпущем в том, что для этого заключения люди, но вы называли, что, например, после 15 человек, допустим, на 25 тысяч человек, остальные продолжались заключения? Нет, нет, нет. Остальных не было. Остальные были все разбиты по каждой группе. Поэтому каждая группа, которая кончала ту или иную работу, она отправлялась на завод. И на заводе она работала. Вот я говорил о морской группе, вот этой, в Жизинске. Вы знаете, что их человек 20 с чем-то, по одним документам, они по другим, другое количество, они были отправлены в Северодвинск. Там, в 1938-1939 годах, делался завод громадный, завод «Звездочка», который вот сейчас делает всю современную, а ведь в смысле морскую тему. А тогда это был завод по производству подводных лодок. Причем строили его тоже самые арестованные. Людей, специалистов не было. Так вот, из Болшева этих 20 человек были пересажены в вагоны и отправлены туда для того, чтобы наблюдать и корректировать строительство этого громадного завода «Звездочка». Но, к сожалению, я созвонился с музеем этого завода, назвал им фамилии, они никого не знают. Никого, к сожалению. Тех людей, которые строили завод когда-то, в 30-х годах, они этих людей не знают, к сожалению. Вот в Перми лучше. В Перми общество «Мемориал» они так сразу ответили, сразу потребовали, чтобы я им дал дополнительные материалы, фамилии, темы, какие они разработали. Вот жду сегодня, завтра, может быть, послезавтра, придет от них письмо, они обещали, прислай все это дело. Это все зависит от людей, понимаете? Так это зависит от людей. Если люди, которых интересует эта проблема, они откликаются сразу. Я же говорю, что вот я пришел у себя в городе, в музей, в наш городской музей, давайте я, говорю, сделаю, представлю эту книгу. Да нет, эта книга скучная, она мало кого интересует в городе. Ну и какие выводы отсюда? Еще вопросы есть? Пожалуйста, вы можете задавать вопросы в микрофон. Скажите, пожалуйста, какие вы бы выделили, в первую очередь, направления? Вот то, что список фактически важен, интересен, что было конкретно создано за этот период? То есть, вот такое-то изделие, такое-то изделие, и тогда мы сможем понять, насколько это перевешивает. Есть ли это в книге? В книге этого полностью нет. Я вот только совсем недавно, месяца два назад, в архиве нашел полный отчет. Там даже есть материалы, архитектурные материалы по постройке дома, специально в Москве, дома для работников НКВД. Тоже, оказывается, был в этом, в числе арестованных в Болшу, были какие-то архитекторы, которые разрабатывали даже проекты домов. Полный список. Вот я жилю, к сожалению, у меня не было в тот момент, когда я издавал, оформлял эту книгу. У меня она только сейчас. Да и то я боюсь, что это не полный список. Но совершенно точно, значит, вот главные работы, которые были сделаны и которые по существу сыграли существенную роль в Великой Отечественной войне, это самолет Ту-2, это истребители И-16, это порох Бакаев для Катюша, это двигатель, прямоточный двигатель Стечкин, ну и химический. Это был противогаз разработан, химический противогаз, который работал на все химические, по тем временам, химические соединения, отравляющие. потом перевели работников этих, которые создавали противогаз, их перевели во Владимир, во Владимирской, там в тюрьме, они продолжали работать. Вот так, на взлет, на взлет. А территориально, они располагались там, где не 4, а примерно? Нет, нет. Можно первые, это самое, карту? Ну, мы долго. Как, да? Ага, вот видите? Вот, Куракина, видите Куракина? Красная черта, вот эта дорога, которая шла в подливки. А вот белый участок, да, 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 да. Сейчас, вы нажимаете, вот сюда. Вот, вот это вот деревня, Куракина, а вот это белый участок. Вот этот белый участок, как раз и занимало. По объему, это где-то порядка трех участков, деревенских участков, объем этой площадки был. Она была в лесу. И я же говорю, что я даже не думал об этом никогда, когда приезжал мимо. Ну, мало ли, что склад какой-то там, или еще. Вот. А когда я узнал об этом, я понял, что это не зря. здание сохранились сейчас. Что? Здание сохранились. Ну, что вы. Я же говорю, что в 1953 году была закрыта эта вот тюрьма. Год, она просуществовала, как, ну, какой-то дом отдых или однодневный дом отдыха для какого-то предприятия, не знаю. Вот сейчас надо попытаться в архиве предприятия, какая энергия, попробовать достать. Вот. А потом, когда стали там строить 24-й квартал, это был первый квартал строительства новых подлипок. Это проспект Королева. Вот. Это был 24-й квартал, был первый строительный квартал. Ну, естественно, как только они начали это котлованное рыть для домов, конечно, эти бревенчатые бараки были снесены и наверняка было сожжено. Все было. Что? В то время вообще, так сказать, вот самое. Вот. У меня тут люди, мои помощники, которые показывали из семей родителей, которые работали или знали об этом. Вот один товарищ, сын человека, который был председателем городского нашего совета и занимался строительством. Так он бывал часто в этой шарашке Болушковской, но он, конечно, своему сыну об этом не говорил. Это уж он сейчас, так сказать, начинает по воспоминаниям рассказывать о том, что там была когда-то шарашка. еще есть вопросы? Ну, ладно, спасибо большое, спасибо большое. У меня сейчас еще намечается продолжение, еще одна глава. Я же говорю, что вот я получу материалы из Перми, вот, получу из... Ну, еще будет несколько городов, куда были отправлены в 50-е годы. И еще одна женщина, вот тут фильм есть, правда, он шестиминутный фильм, одна женщина, она даже нарисовала, и мы этот фильм сняли, когда она нарисовала то место, где была вот эта шарашка. Видимо, еще главу сделаю, ну, а там, если найду спонсора, может быть, переиздачу, сделаем переиздачу. Но, по крайней мере, в библиотеке, вот здесь, в музее ГУЛАГа, в библиотеке, такая книга будет. Я принес такую книгу. Она небольшая, не художественная. Это исследовательская работа. Я собрал, собственно говоря, те материалы, которые были опубликованы в открытой литературе. Это еще 4 года назад. И сегодня, по некоторым архивным материалам, которые постепенно, ну, начинают открывать. Причем, очень интересно. Когда я первый раз, так сказать, думал заняться этим делом, я пришел сюда, в приемную, вот здесь, на Кузнецком мосту, в приемную, ФСБ, радостный такой, я говорю, дайте мне материалы. Да, пожалуйста. Дают мне листочек бумаги, уже типографским способом отпечатан, только вписывая фамилиями, отчества, паспортные данные. А внизу этого листочка такая линия, а под линией написано, согласие членов семьи имеется. Я говорю, а у меня нету. Ну, говорит, нету. Нету, так и нету. И так, 4 года назад по ушам получил. Вот. Но зато я говорю, что вот сейчас получил я это письмо, ну, я доволен. Я, по крайней мере, думаю, что книга стоит этого разрешения, ФСБ. Они свой архив, они его, в него не допускают. Ну, вот допустили. Думаю, хорошее начало. Какого года эта карта? Карта какого года? Это 30-40. 30-е, 40-е годы. А сейчас это город Королево? Да. Это сейчас, через все это дело прошел проспект Королева. Ну, старый, поверьте, вот солнце. Ну, Болшево сохранилась еще, станция, как станция сохранила. Ну, и подлипки дачные тоже сохранили. Вообще, город очень интересный. Вы знаете, что? Вот я занимаюсь, я же с 49-го года, я же занимаюсь этим делом, ну, меня восхищает. Это удивительный город. Столько здесь темных пятен было, белых пятен. Ну, 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 само по себе говорят, ракетно-космическая техника, ничего подобного. Здесь был первый артиллерийский, один из крупнейших артиллерийских заводов СССР, завод номер 8 имени Михаила Ивановича Ленина. Это был первый завод, на котором стали осваивать пушки не только нашего производства, не только, в основном это были немецкие пушки, потому что по соглашению между СССР и Германией, Германия не имела права иметь у себя производство военное, было секретное такое соглашение, по которому немцы передают документацию оснастку людей мы сделаем здесь пушки, самолеты, мы даже немецких летчиков учили здесь, но я не знаю летчиков не говорили о пушках, здесь было 18 человек немцев, которые здесь жили и осваивали эти пушки на заводе, учили наших ребят, наших рабочих, это очень тяжелое было, дальше у нас Курчевский был, вы на такой фамилии не слышали, Нет? Ну, хотя бы видели, вот на телевидении показывают вот в Сирии, там в Алжире и в других этих местах показывают белые японские машины Toyota, небольшие легковые машины, а в багажнике там, большой багажник, стоит пулемет, пушка, не видели? Вот будете смотреть, посмотрите, обратите внимание, пулемет не знаю, а вот пушка там обязательно стоит безоткатная пушка, которую в 37-м году изобрел Курчевский, который работал у нас в Подлипках, и предприятие его было у нас в Подлипках, и тоже, к сожалению, в 37-м году Курчевский был арестован и через месяц был расстрелян, причем расстрелян и арестован с такой страшной формулировкой, что все документы, все материалы, все запасные части, все орудия, которые были сделаны по его чертежам, уничтожить. Сегодня у нас в СССР, где мы изобрели эти пушки Курчевского, остались только две пушки, только две. Одна пушка в Ленинграде, в музее, артиллерийском музее, а вторая пушка стоит небольшая в музее восьмого завода в Екатеринбурге, на заводе там тоже прекрасный музей, вот в этом музее стоит вторая пушка, только две пушки. За границей сразу американцы перехватили, стали производство, и сейчас они широко производят, кругом, а? Да, 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 и эти пушки воюют, безоткатные орудия, они стоят первый раз, когда вообще этот Курчевский тоже интересная судьба, удивительная судьба, этот человек потрясающей изобретательности, он еще до двадцать четвертом году там изобрел массы изобретений, вот он первую пушку сделал, но там на него опять же была жалоба, растратил деньги, его арестовывают и приговаривают к пяти годам на Соловецкий лагерь, ну отправляют туда, он там тоже, так сказать, пустил станцию, на Соловсках была спая станция электрическая, он ее пустил, там была железная дорога небольшая, подвозили топливо для котельной, он пустил эту железную дорогу, связался с заводами, ему сделали детали, он там сделал пушку, эту безоткатную пушку, поставил на деревянные треноги на берегу озера, то есть, вернее, море, выстрелил, она никуда не делась, она как стояла на этой треноге, снаряд отлетел в море, где-то там утонул, и вот комиссии там человек было 20, приехали из Москвы, как это так, пушка стоит на месте, и вот его отпустили, отпустили, он начал эти пушки делать здесь у нас подлипка, начал производство и для авиации, и на велосипеде, и на мотоцикле, и на самолете эти пушки были, и на кораблях, на кораблях он сделал пушку 350 миллиметров диаметра, это уникальнейшая была пушка, ну и вот расстреляли человека, нет, нет пушки, в 37-м, пушки нет, а вот за рубежом тут же, так сказать, все перехватили, сейчас американцы делают сплошь и рядом, а, Бартини, а, это удивительный человек, это считается он, вообще-то говоря, сыном какого-то крупного графа итальянского, богатой какой-то, но он кончил прекрасное заведение, учебное заведение в Риме, кончил школу летную, стал летать, и когда стал летать, он познакомился с итальянскими коммунистами, а там была сильная партия, вот, они его переманили, он начал у них работать, там какие-то вещи создавал, ну, сразу фашистское, так сказать, это самое, правительство ухватило его, его хотели арестовать, но его партийные люди, так сказать, специально запрятали и переправили в Советский Союз, вот, переправили сюда, и он начал работать, сначала он работал на Черном море, инженером по испытаниям, а потом стал свои, так сказать, разработки проводить, и пошел, пошел, и сначала был в Красноярске, Новосибирске, по-моему, Новосибирске, там возглавил КБ ГВФ, там несколько самолетов сделал, вот, когда узнали об этом, а, ну, когда начались аресты, вот эти, третий мой год, его арестовывают, ему приписывают, что он итальянский шпион, его арестовывают, там, он просидел какое-то время в Красноярске, ну, а потом, когда потребовались в спецтюрьме вот эти специалисты авиационной техники, его первого, первого, самого первого перевезли сюда, группа была где-то человек 8-10 авиационников, они начали разрабатывать самолет, первый в мире самолет металлический, и Бортини был, вообще-то говоря, специалистом только по металлическим самолетам, вот, то есть, цельнометаллический, раньше же были деревянные, перкальным обклеивали, а он, вот, первый самолет металлический, и вот он начал этот самолет делать, но не доделал, в это время пришел Туполев, вот, он посмотрел на этот самолет, сказал, ерунда, вот, и Бортини заставили делать крыло, он разрабатывал специальное крыло для вот этого самолета Ту-2, вот, но после этого он тоже все время работал у Туполева, вот, до всю войны он у Туполева работал, после войны ему опять дали, здесь, в Подмосковье, КБ, он начал делать, тоже самолеты продолжал, он за свою жизнь сделал 18 конструкций самолетов, 18 конструкций, причем, удивительные самолеты, они, вот только сейчас, обратная стреловидность, там еще, только-только сейчас такие самолеты, даже Сергей Павлович Королев говорил, что Бортини это их учитель, они учились у Бортини, причем удивительный человек, потрясающая образованность, он разработал удивительную таблицу, как Менделеев сделал таблицу элементов, так, Бортини разработал таблицу различных физических показателей, физических единиц, которые позволяют подсказывать, предсказывать, вернее, ту или иную величину, ее размерность, он как-то на спор предсказал какую-то физическую величину, какую-то единицу, массу какой-то единицы, и он предсказал ее до шестого знака после запятой, и когда ее открыли, эту единицу, и взвесили ее массу, правда, только до четырех знаков, они совпали. Удивительно. Ну и когда он умирал, он все свои разработки попросил запаять металлический ящик с припиской такой, что этот ящик открыть только через 50 лет. Но еще 50 лет не прошло. Ну вот, внук его, Андрей Бортини, он сейчас пишет книгу о своем деде. Он тоже с удивлением узнал, говорит, я не знал, что он Болшева, но обещал приехать сюда тоже, посмотреть Болшева. Очень интересный человек. Бортини? Нет, нет, нет. Ну что вы? Он же изобрел удивительно, летающую тарелку. Знаете, кто изобрел? Бортини. Причем это было в 51-м году. Он изобрел летающую тарелку. Сделали макет. Правда, не в виде тарелки, а в виде самолета. И вот макет этого самолета стоит в Монино, на музее, Монинском музее. Стоит вот этот макет. Единственный в мире макет стоит. Если будете, вы зайдите, посмотрите. Да что? Не надо. О королеве не надо говорить. А в архиве? Нет, нет, нет. Об этом даже. Об этом. Издают газеты, выпускают газеты, об этом не говорят. Ну еще какие вопросы есть? У меня. А в каком годе это было? Что? В каком году это было? 38-й, 53-й. Ну, за исключением двух лет во время войны. В 41-й по 43-й год там были пленные немцы. Содержались. У нас еще в городе, у нас в городе было четыре заведения, в которых находились пленные немцы. Три, вернее. в 4-м были специалисты, которых в 47-м году, в 46-м году специально привезли ракетчиков из Германии. Тогда была большая группа, 150 человек специалистов-ракетчиков, которые делали Фау-2 в Германии. Они были привезены, 150 человек, семьями, к нам сюда. Возглавлял эту группу никто, так сказать, Грет Труп, заместитель Вернера фон Брауна. Вот они до 53-го года тоже жили, работали, делали ракету. Фау-2 они запускали. не они вместе с нашими специалистами запускали, они Фау-2. 150 человек. Причем, это только специалистов, а они были семьями. Например, вот эта вот семья Грет Трупа, жена у него такая графиня, крутая, ездила на лошади. И, значит, когда их вывозили из Германии, она потребовала, чтобы им выделили специально грузовой вагон, в котором она поместилась корову, поскольку Грет Труп должен утром, каждое утро пить свежее молоко. Корову привезли сюда. У нас есть дом отдыха в Валентиновке, там в основном корпусе жили попроще, а четыре домика на две семьи жили такие, ну, специалисты, крупные специалисты. Так вот, Грет Труп жил в одном из этом домика, а рядом была сделана специально такая домик, там корова была. Так что интересные вещи были. Это тоже вот тоже сейчас о том, как немецкие специалисты были, жили у нас здесь, работали в Подлибках, сейчас тоже книжечка готовится. А? Да, тоже неизвестно, тоже мало. А? Это достаточно известные факты. Ну, не совсем они известны, так сказать. В общих чертах, единственное, конечно, лучше всех, конечно, написал Борис Евсеевич чертог. Вот, это он больше всех, а все остальные так поверхностно. Так что, так сказать, очень интересная вещь. Ну, и последняя эта группа, когда делали канал, который подает воду, питьевую воду в Москву сюда, Сталинская водонапорная башня, вот, там было порядка двухсот вот заключенных, которые строили вот этот канал Волга, Москва-Волга, Дмитровский лагерь. Вот подразделение было здесь, на торфопредприятии там было расположено они, они добывали глину для укладки в канал, глину, потом, так сказать, камень добывали, земляные работы в канале делали, и вот люди, которые там на торфопредприятии живут, в свое время, когда копали грядки там для овощей, для картошки, находили человеческие кости, до сих пор там еще остались, вот, потому что тогда, кто умирал из этих строителей канала, их, как правило, закапывали тут же, далеко не уносили, вот, это вот четвертый лагерь, так что, так сказать, город наш очень интересный, да, а самое интересное еще, я заглянул еще дальше, оказывается, ведь, после революции, после 18-20-х годов, когда была у нас это самое международное революционное движение, интернационал, помните? Третий интернационал, так вот, для третьего интернационала специально готовились люди, какие? Ну, значит, нужно было, чтобы человек имел чистую биографию, то есть, ни родственников, никого, из кого могли бы его знать, таких людей подбирали, их специально готовили, и, значит, вот здесь, в нашей округе, было три базы, вторая была база в Мытищах, вот она до сих пор, там закрытая зона есть такая, там готовили специалистов, там, по радио, по стрельбе, по борьбе, была база номер один, вот база номер один была у нас подлибка, и вот, по моим предположениям, за месяц, когда был издан приказ о создании спецфильмы, все было сделано, по всей вероятности, в этом месте были уже, эти бараки были, и люди там были, что эти люди делали? Эти люди делали специальные чернила, паспорта, помните, были такое понятие нансеновские паспорта, которые позволяли в любой стране быть с этим паспортом, так вот, эти паспорта делали у нас в Болшу, вот в этой базе номер один, наш разведчик в Японии был, в Зорге, Зорге был у нас в Подлибках, вот на этой базе, по всей вероятности, ему делали документы, вот эти секретные фальшивые документы делали, вот это вот, и, наконец, это уже моя догадка, почему такой страшный мор прошел, когда Болшевскую нашу трудовую коммуну в 1938 году все руководство было расстреляно, почему? Вот я думаю, что Болшевская труд коммуна была тоже самая в какой-то степени школой для вот таких специалистов, которых забрасывали за границу, почему? Потому что они были беспризорники, семьи не имели, они были как бы чистые с точки зрения биографии, а вот в Болшевской труд коммуне была что? Была радиостанция своя, там вот эти ребята, которых собирали по всей стране, они занимались радиотехникой, их даже учили из подсобных материалов, которые продаются в магазине или имеются в доме, из этих подсобных материалов делать радиостанцию, представляете, специально был такой курс. Дальше летчики было, 18 человек из Болшевской труд коммуны были летчики, учились они в Матищинской, в Матищинском аэроклубе специально, причем несколько из них, по-моему, три или четыре человека были, воевали, защищали Москву, когда налеты были на Москву, они уже были с полноценными летчиками. Поэтому я думаю, что неспроста была Болшевская труд коммуны, неспроста, потому что это позволяло отбирать тех людей, которые нужны были. А для чего этих людей готовили? Это были специальные, так называемые, сейчас вот кино идет, спящие. Так ведь наши специалисты тоже делали таких людей. Ведь почему в Болшевской труд коммуне был специально цех, который изготавливал ракетки, теннисные ракетки. У нас что? В СССР все поголовно в то время в 37-36 году все поголовно играли в теннис, но в теннис никто не играл в то время. А за рубежом очень был широко развит теннис, причем в теннис играли крупные люди, известные люди. Поэтому человек такой, который поработал у нас на заводе, сделал ракетки, если его забрасывали туда за границу, он спокойно делал мастерскую по ремонту ракетных, этих ракеток. К нему приходили люди ценные для него, они приносили ему ценную информацию. Может быть, непроизвольно, но в разговорах он мог получить соответствующую информацию. И вот все это говорит о том, что ну неспроста, как только вот труд коммуну закрыли, сразу всех руководства, всех, я подчеркиваю, руководства все было расстреляно. Потому что, видимо, оно было допущено до вот этих вот сведений, которых не надо было распространять нигде. И в Пушкино третья база, это огромная была база, она имела право заключать договора за границей, получала материалы, самолеты, там все такое, из-за границы, она прямо напрямую получала эти данные, там был свой аэродром, там был свой тир, и там готовили уже военной техники. Вот три базы вокруг города нашего Болшева, они говорят о том, что вообще-то говоря, все началось значительно раньше. Ну и я уж не говорю о том, что в этих в дачных городках были специально построены дома, в которых отдыхали вот эти вот люди, которые нелегально переходили границу или преследовались за границей, чтобы они здесь отсиделись. Было такое понятие у разведчиков, было понятие это отсидеть. То есть, если какая-то бригада разведчиков за границей получала какую-то неприятность, то есть ее раскрывали, всю эту бригаду вывозили сюда, в СССР, и селили вот в таких отстойниках. Они не в тюрьме, но их каждый день или через день или через два возили в Москву, и им делал допрос. Ведь вот Марина Цветаева попала вот сюда, в Болшево, в этот дом. Это же тоже были три дома на две семьи, вот, каждые. В этих домах жили официально это были дачи, экспорт леса, но по существу они охранялись, они имели забор, правда, забор без проволоки, выходить за территорию этого участка было нельзя, и если надо было ехать в Москву, то надо было получать разрешение. Ну, Цветаева об этом не пишет, но я знаю, я документы, основные базовые документы содержания арестованных, я читал, выходить им нельзя было. и специально мужа Марина Цветаева возили в Москву на, потом, и дочь возили в Москву на допросы. Это были отстойники, и у меня такое впечатление, что Большево, это вообще городок, недаром, недаром в шесть недель в Большево жил Владимир Ильич Ленин. Недаром. Так что наш город очень интересный. Я же говорю, что если даже копнешь вот эту близкую, самую близкую историю, она серьезно говорит. Что? В наши дни нас не было. К сожалению, в наши дни город уничтожается. Целенаправленно уничтожается. Все старые здания, которые были, они подлежат уничтожению. Мы как не дать. Ну, как не дать. Вы слышали, наверное, что был у нас дом-стройбюро, где нашли картины Маслова, художника, труд коммуны, Большевской труд коммуны, рисунки которого сейчас на вес золота идут. Так вот, там спасли только одну картину. Он нарисовал на стене Маслом картину Ленина. Эту картину спасли. Вторая картина в другой комнате была. Это самый трудовой день, там, трактора, что-то такое. Так вот, ее уничтожили, специально уничтожили, эту картину. Стали очищать завалы и экскаватором и экскаватором эту картину содрали со стены. Вот вам охрана нашей истории. Ну, ладно, не будем о грустном. Еще вопросы есть? Я вас еще не заговорил? По-моему, это по моим мнению, вот, князь Голицын. Ну, в общем, он. И вот известно воспоминание, что у Сталина на военных совещаниях, и откуда он так прекрасно помнит все технические данные самолетов, танков, сколько где выпущено, какие заводы. Вот какая память-то великолепная. То есть, это не память, а вот эти книжки, да, да, да. Эти книжки были там, все было нарисовано, все было написано. Причем, это было так эффектно, что Берия, когда увидел у Сталина эти книжки, он потребовал, чтобы ему тоже такие книжки делали, только по данным ГУЛАГа. То есть, где, в какой тюрьме, сколько людей, какая-то, так сказать, специально. А вот для Сталина все делали, изображали, как это в действительности есть. А вот почему Голицын, Кирилл Голицын владел прекрасно тремя языками, английским, французским, немецким. А журналы были все, и русские, и немецкие, и французские. То есть, он мог спокойно и переводить, и написать в эти книжки. Но это по моим предложениям, предположениям. То есть, точно это еще не установлено? Нет, нет, это я только предполагаю, поскольку я знаю историю этих книжек, этих блокнотов. А их сохранилось только два? Да, в сейфе у Сталина только, в описе только два блокнота. А остальные, то есть, неизвестные? Я думаю, что остальные были, уничтожались. Они больше, чем софсекретные. Они особой важности были. Поэтому после миновения необходимости их уничтожали. А для Берия делали? Да, для Берии делали такие книжки, но только, я же говорю, что там были данные по тюрьмам. Сколько, где, какая тюрьма, сколько сидит, какая, так сказать, род осуждения. Это по тюрьмам. Для Берии делали по тюрьмам. А они сохранились? Ну, к сожалению, ничего не могу сказать. В акте вот вещи, описи вещей Сталина, да, две книжки есть. Еще у Даниила Гранина есть в книге в одной, я сейчас не помню какой, о том, что когда заканчивалась тема большая, то был праздник вашей шарашки, о которой вы рассказывали. И туда приезжал Берия с угощением, они пили водку, он сидел радостный в окружении учеников, ученых. Ну, насчет Берии не могу сказать, но Кравченко был регулярно, причем в первый раз, когда, так сказать, зафиксировано это воспоминание, он привез сигареты, потому что, то есть, вернее, папиросы, папиросы, Казбек, вот, у Берия туполев. Не только Казбек, там был и Герцеговина, и Казбек, и Беломор. А вот насчет Берии ничего не могу сказать. Этих данных нет. Ну, может быть, вот в архиве, буду копаться в архиве, может быть, чего-нибудь найду. Уверен. Потому что я постараюсь все же довести это дело до конца, и вот биография этого человека незаслуженно, так сказать, забытого и уничтожена, я думаю, надо восстановить. Это удивительный человек. Поэтому, наверное, просто с этой фамилии начну искать материалы. Ну, я не знаю, письмо написано, что они приглашают. Я думаю, что на таком высоком уровне подпись не будет ставить, что я приду, а у меня отворот-поворот. Ну, я хотел бы рассказать, почему. книга – это само собой. книга, я же говорю, что это не литературный источник, это просто для исследования. Я хотел бы рассказать все это дело для того, чтобы как-то наша молодежь попыталась оценить наше прошлое немножко с другой стороны, что все же было и положительное, многого было положительное. И я же говорю, что вот считая, так сказать, те результаты, которые до 41-го года сделано было в спецтюрьме, я считаю, что, вообще-то говоря, 50%, наверное, это вклад в победу Великой Отечественной войны. Потому что, если бы не было этих разработок, которые были сделаны, навряд ли бы нам удалось быть победителями. Хотя бы потому, вот насколько я знаю, порох для Катюша. Ведь вот этот порох, который Бакаев изобрел, это единственный вариант в мире в то время, который давал при горении постоянное давление. Раньше применялся в Катюша и черные поры, и с другими насадками, там разные. И бывало, что снаряд взлетает, и где-то посредине выключается двигатель, порох перестает гореть, и она падает. Или порох горит импульсно, это Катюша ракета летит, так сказать, как это самое, штрих-пунктир. А вот когда Бакаев вот этот порох изобрел, все, давление в камере сгорания было постоянное. Причем даже он в последние годы, уже где-то в 42-43-м году добился, что пороховой двигатель может включаться несколько раз. то есть то, что потом Сергею Павловичу Королеву было предложено использовать как тормозной двигатель для схода с орбиты. Это же уникальная вещь, когда порох горит, потом останавливается, потом через какой-то промежуток времени снова начинает гореть. Это же удивительная вещь, это колоссальное изобретение. я же говорю, что когда немцы первый раз получили, захватили, так сказать, ракет, Катюшу, снаряд, они в течение трех лет не могли воспроизвести порох, тот порох, который был там сделан. В течение трех лет. Только лишь в 45-м году, когда первый раз поехали наши специалисты в Германию, и Бакаев поехал, вот, по некоторым данным, он был там, по другим данным, нет, опять надо искать. Так вот, там, на одной из фирм немецких нашли вот результаты проведения этих экспериментов и результаты опытов, которые были достигнуты. Так еще, даже вот в это время они так и не получили вот тот порох, который был изобрен Бакаевым. Вот так вот. спасибо большое вам. Спасибо. 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 Спасибо.